Всем привет! Меня зовут Наталья и я рада вас приветствовать на своём канале Вкусно Просто Быстро! Сегодня я хочу предложить вам приготовить очень вкусный домашний торт, который готовится из самых простых и доступных продуктов. При этом получается очень вкусным, мягким, шоколадным. Готовится торт легко и просто, только надо заранее подготовить кефир. Ингредиенты рассчитаны на торт размером 16 на 19 см, высотой 8 см и весом 1,9 кг. Давайте приготовим! На глубокую кастрюлю ставим дуршлаг. Дуршлаг накрываем марлей, сложенный 8 слоёв. В марлю выливаем 2 литра кефира. Собираем края марли, закрепляем. Я закрепляю их резинки. И подвешиваем в холодном месте или в холодильнике над кастрюлей и дуршлагом. Оставляем в таком состоянии минимум на 12 часов. Я обычно подвешиваю кефир вечером и на следующий день утром или днём можно готовить торт. Должна стечь вся сыворотка. В марле остаётся вот такой отвешенный кефир, он густой и по вкусу напоминает сметану. Из 2 литров кефира у меня осталось 670 грамм отвешенного густого кефира и примерно литр 200 сыворотки. Из отвешенного кефира мы приготовим крем для торта. А из части сыворотки шоколадный корж. Также эту сыворотку можно использовать для приготовления пирогов и блинов. Ссылку на эти рецепты я оставлю вам в описании под видео и в подсказках к видео. Приготовим шоколадный корж для торта. Соединим вместе 260 грамм или 2 неполных стакана объёмом 250 мл просеянной пшеничной муки. 40 грамм или 4 столовые ложки без горки просеянного какао. 3 грамма или пол чайной ложки соли. 180 грамм или 9 столовых ложек сахара. Перемешиваем. Тесто готовится очень быстро, поэтому уже сейчас надо включить духовку, нагреваться до 200 градусов. В сухую смесь выливаем 90 грамм или примерно полстакана объёмом 200 мл растительного масла без запаха. В 250 грамм сыворотки комнатной температуры добавляем 10 грамм или 1 полную чайную ложку соды. Перемешиваем. Сода в сыворотке полностью погасит. Сыворотка должна быть комнатной температуры, не холодной. Выливаем сыворотку в сухую смесь. Добавляем одно яйцо. Всё перемешиваем до однородного состояния. Соберём тесто со стенок. Тесто получается не густым, стекает с лопатки, оно таким и должно быть. Выливаем тесто на противень, засланный бумагой для выпечки. Разравниваем. Размер моего противня 39 на 32 сантиметра. Убираем выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут. У меня корж выпекался 12 минут. Время выпечки зависит от толщины коржа, который вы сделаете, и температуры в духовке. Готовность коржа проверяем деревянной шпажкой. Прокалываем. Если она сухая, значит корж готов. Сразу выравниваем и обрезаем корж со всех сторон по краю. Обрезки убираем. Их можно при желании измельчить и посыпать ими бока и верх торта. Или просто съесть они вкусные сами по себе. Делим корж на 4 равные части. И даем остыть. Коржи получаются мягкие, пышные. Дополнительно пропитывать коржи не надо. Пока коржи остывают, приготовим крем. В 670 грамм отвешенного кефира добавляем 135 грамм или 7 столовых ложек сахарной пудры. И 15 грамм или 3 чайные ложки ванильного сахара. Взбиваем на максимальных оборотах миксера до воздушного состояния, примерно 2 минуты. Сахарная пудра и ванильный сахар должны полностью раствориться. Вот такой нежный легкий крем получается. Также для приготовления нам потребуется 150 грамм вишневого джема. Вишневый джем можно заменить джемом из красной смородины или клюквы. Или любым другим, который вы любите. Сразу все коржи промажем тонким слоем вишневого джема. На тарелку устанавливаем разъёмную форму с ацетатной плёнкой. Крем визуально делим на 3 части и покрываем первый корж одной третьей части крема. Равномерно разравниваем. Накрываем вторым коржом. Корж уже смазан джемом. Покрываем следующей одной третьей частью крема. Разравниваем. Накрываем третьим коржом. Покрываем корж оставшимся кремом. Накрываем четвёртым коржом. Накрываем торт пищевой плёнкой и убираем в холодильник. Пропитация стабилизируется на 6-8 часов. Я обычно убираю на ночь. Украшать торт мы будем мягкой шоколадной пастой. Готовится она очень легко, давайте приготовим. Наливаем в чашу блендера 70 грамм молока комнатной температуры. Высыпаем 60 грамм или 3 столовые ложки сахара. И щепотку соли. Забьём всё блендером. Сахар и соль должны полностью раствориться. Далее добавляем 150 грамм или примерно 3 четверти стакана объёмом 200 миллилитров качественного растительного масла без запаха. Взбиваем блендером в течение 1-2 минут. Масло станет густой и будет иметь белый цвет. Далее добавляем 30 грамм или 3 столовые ложки просеянного какао. Взбиваем блендером до однородного состояния. Шоколадная паста готова. У пасты очень нежный вкус и однородная структура. Готовый торт достаём из холодильника. Снимаем форму и плёнку. Десертным ножом или шпателем уберём излишки крема по краям, если они у вас будут. Покрываем торт сверху шоколадной пастой. Промазываем края торта сначала тонким слоем шоколадной пасты. Закрываем пастой полностью крем и коржей. Далее выкладываем пасту густым слоем, делаем как бы шубу. И ложкой или лопаткой делаем небрежный рисунок. Торт готов, его можно подавать к столу. Советую вам его приготовить, торт действительно очень вкусный. Если вам понравился рецепт, тогда делитесь этим видео с друзьями. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.